Прокуратура в области пропоновала надать статус историко-мемориальных двум местам похования. Новобелевским могилкам у Гомеля и братской могиле еврейское население у Калинкевича. Там людей карники расстрояли у версии 41-го. Идея возникла на початку этого года, когда проводится массовый мониторинг стану могилок. Проверка была инициирована Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. То есть такие проверки проходили по всей территории Республики Беларусь. Мы посещали и кладбище, и братские могилы захоронения периода Великой Отечественной войны. Идея придать кладбищу Новобелевскому статус мемориального места погребения, историко-мемориального места погребения возникла, потому что оно очень интересное кладбище для нашего города. Новобелевские могилки у Гомеля были самые старые из тех, что заховались до нашего часа. Первые похования тут начались еще в другой половине 19-го года. Причем побачь находятся могилы представленников трех конфессий – православных, католиков и староверов. Есть даденое, что миновито тут была перезахованная опошняя гомельская княгиня Ирина Паскевич. Но официально эта информация не подтверждается. Зато и докладно вядомо, что миновито на этих могилках похованные особы, какие так само можно лечить знаковыми для Гомеля. Городские керавники, одночасовый керавник дворанства Могилевской губернии Адольф Крушевский, знакомитый фаторов древолюционного Гомеля Болеслав Деранговский. Вот тут похованный Анисим Шакудов. Я не думаю тем, что в 20-х годовом взрослении, в 1910-м году, первым нарасывал вот такую довольно подребязную карту Гомеля. До речи, помер Анисим Шакудов уже в советский час, в 1952-м. Сегодня на Новобельском могилке уже закрытая для похования. Иначе раз Гомельская краезнавца проводит тут невеликие экскурсии для знаемых. По сути, зараз гэта не акрополь с часто оригинальными плитами. На Новобельских могилках можно убачить практически усе. От валунов, які у вогля лечиться самыми першими помниками в истории человечества, до помников у выглядя древом. У древолюционной часы такие мемориалы часто означали, что померлы належу до масонского ложа. Когда на могиле усталевываяся помнику выглядеть древо со спилованными галинами, гэта значала заканчэнне фамильного роду. На гэтах же могилках знаходзіца братская могила воинов, які загинули пачас возвалення гордам. Разумцем, як худко будзе реализованная пропанова областной прокуратуры об наданні пахаванню гисторико-мемориального статусу, верагодна не ведая никто. Одна з основных проблем – неузгодзінасть дзеючых законодавчих актов. Приняты ў 2015-м годзе постанова Совета Министров, якая прадугледжувае наданні умогилкам такого статуса, часто не отпавідае нормативным палажэнім інших документів ў приватніці, прінятому ў минулім годзе Кодексу о культурі, хаць при велікім жаданні выращыць можна і гэтую прабліму. Нету нікакого абсолютного механізма обеспечэня сохранности данных объекту, которые будуть приданы. І есть ещё нестыковки различных нормативных документів, ну, скажем, Кодексі о культурі, отсутствует такое понятие, как историко-мемориальное кладбище. Поэтому, я думаю, здесь требуется доработка не только местных органов власть, но и на республіканском уровне, чтобы всю эту законодательну базу привести в соответствие.